Всем привет! С вами Снежана! И вы на канале Снежана Снежок! И сегодня я вам расскажу про очень прикольные эффекты, как в видеостаре. Это эффект потертости и видео в картинке. Лучше посмотрите мой пример. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в тиктоке. А теперь погнали! И смотри видео одного лайкера, вот и аккаунт, и давайте смотреть! Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня лайкотик! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в тиктоке. А теперь погнали! И смотри видео одного лайкера, вот и аккаунт, и давайте смотреть! Вау! Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня лайкотик! А для этого видео нам вырадоваться приложение лайк или тикток, где мы снимем наш видео, и программа Каймастер, где мы это все и смонтируем. Теперь мы зайдем в гугл и напишем фотоальбом с фотографиями. И выберем картинку, которая нам нравится. Мне нравится эта фотография, поэтому я ее и сохраню. Зажимаю фотографию и сохраняю. Теперь я хочу зайти в лайк и сохранить несколько своих видео. Найду на свой аккаунт и выберу несколько прикольных видео. Например, вот это. Нажимаю на три точечки и сохранить. Вы можете даже снять видео и его добавить. Я хочу добавить то, что я уже снимала. Наше видео сохранилось, можно выбрать еще какое-то. Ну, например, вот это. Нажимаем на три точечки и на стрелочку. Сохранить видео. Но все, больше прикольных нету, поэтому я выхожу из лайка, захожу в галерею и ищу наше видео. Теперь я выбираю прикольный момент и делаю скриншот. Нажимаем на стоп и делаем скрин. Теперь другого видео, вот этого. И тоже делаем скрин. Ставим на стоп и делаем скриншот. Вот здесь. Теперь я выхожу из галереи и захожу в Каин Мастер. Нажимаем на плюсик и выбираем размер 16 на 9. Мультмедиа. Фото. И добавляем наш альбом с фотографиями. Вот он. Нажимаем на галочку. Теперь мы нажимаем леер, слой и выбираем фото, все. И добавляем наш скриншот. Вот он. Подстраиваем наш слой до нужного размера. Точнее сказать, под нашу картинку. Если надо, то нажимаем обрезать и включаем маску, квадрат и подстраиваем. Так делаем с каждым скриншотом. Добавляем следующий скриншот. Фух, я все построила, теперь сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока оно загрузится. Еще раз на стрелочку. И save video. Все, наше видео сохранилось. Но это еще не все. Заходим снова в каймастер и добавляем нашу заготовку. Нажимаем меди и добавляем. Теперь выделяем нашу заготовку и дублируем. Нажимаем на три точечки и дублировать. Теперь нашу заготовку нам нужно приблизить к фотографии. Вот так. Нажимаем на второй квадратик снизу и приближаем на фотографию, которая вам надо. Теперь давайте поднимем скорость у этого видео и посмотрим, что же у нас получится. А теперь нам нужно добавить это видео с картинки. Нажимаем на layer, multimedia и добавляем. Теперь я нахожу момент, где видео совпадает с фотографией и разрезаю. Ненужную часть удаляю. Подвину слой под вторую заготовку. Теперь выделяем наш слой и нажимаем на прямоугольник с четырьмя точечками. Выбираем белый прямоугольник. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Получился крутой переход. Мне нравится. Обрежем наше видео в нужном месте. Теперь обратно продублируем нашу заготовку. Выделяем, нажимаем на три точечки и дублировать. Теперь нам нужно заготовки подстроить так, что когда заканчивается наш слой, нужна появиться заготовка. Ну вот, как у меня. Теперь нам нужно увеличить нашу заготовку до таких размеров, как и слой. Выделяем и нажимаем на обрезку. Выделяем наш текст в квадрате. Это наше начальное положение. И увеличиваем. Посмотрим, что же у нас получается. Наша заготовка отдаляется. Но ее надо еще ускорить. Выделяем заготовку и нажимаем управление скоростью. Поднимаем до самого конца. Теперь я хочу сделать все то же самое, только с другой фотографией. Нажимаю на медиа и снова добавляю нашу заготовку. Теперь выделяем нашу заготовку. Нажимаем обрезка и выбираем конечное положение. И увеличиваем на вторую фотографию. Теперь нашу заготовку тоже надо ускорить. Нажимаем на управление скоростью и поднимаем до самого конца. И проделываем все то же самое, как с предыдущей фотографией. Теперь наше видео нужно сохранить. Теперь с левой стороны нажимаем на среднюю кнопку. И нажимаем на три точечки. Выбираем формат. Все, наше видео сохраняется. Теперь мы наложим эффект старой пленки. Зайдем в YouTube. И напишем футаж старой пленки. Желательно искать на зеленом фоне, потому что в Кайнмастере черный фон не убирается. Ну, мне понравилось вот это. Теперь я нажимаю на это видео. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу. И нажимаю копировать ссылку. Выхожу с YouTube и захожу в Google. Пишу скачать видео с YouTube. И заходим на самую первую ссылку. И в окошко вставляем нашу ссылку, которую мы скопировали. У нас появился наш футаж. И снизу зеленая кнопочка скачать. Теперь снова зайдем в Кайнмастер. И добавим наше готовое видео. Теперь нажимаем layer и добавляем скачанный футаж. Увеличиваем футаж на весь экран. Подвигаем футаж на самое начало. Выделяем наш слой и нажимаем хромакей. Включаем его и выбираем цвет хромакея. Так как у меня черный с розовым, я выбрала красный. И ползунками подстраиваем. Подставим этот футаж в те места, где вам надо. Вот и все. Теперь сохраняем. И смотрим видео второго лайкера. Вот и аккаунт. И давайте смотреть. Смотреть. Вау! У тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег. Снежана и Снежок. И хэштег. Хочу видеть Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.